В поселке Коренёво открылась учебно-тренировочная база для спортсменов-байдарочников и грибцов каноэ. Те, кто пришел на открытие, ждал сюрприз, показательные выступления чемпионов России и Европы. Увидел, попробовал, победил. По такому сценарию складывается у Дмитрия Васильева спортивная карьера. Молодой человек увлекся греблей на байдарках после просмотра ролика в интернете. Год занятий и уже первый результат. Две серебряных и две бронзовых медали. Единственное, что я хочу достичь, это олимпийское золото. Не через пять, через десять, но я хочу достичь именно этой цели. Об олимпийской медали грезит и Евгения Алексеева. Оставив в прошлом танцевальную карьеру, девушка сосредоточилась на гребле. В скором времени поняла, что этот спорт захватил ее с головой и стал частью жизни. Когда ты выходишь на воду, ты чувствуешь какую-то свободу внутри. Особенно, когда гребешь на какой-то, ну, поднимаешь скорость, разгоняешься. Особенно полет, как будто летишь, как птица. Вот, поэтому это очень все завораживает. Гребля на байдарках – олимпийский вид спорта, в котором участники на скорость преодолевают разные дистанции с помощью весел и собственной силы. От спортсменов требуется физическая выносливость, высокая техническая подготовка и смекалка. Вид спорта сам по себе очень хороший для здоровья. Первое, что хорошая экологическая среда. Второе, что гармонично развивается, в общем, и верхний плечевой пояс, и ноги очень сильно хорошо развиты, и туловище, и дыхательная система, и сидение сосудистая. С обустройством базы уникальную возможность укрепить здоровье и приобщиться к олимпийскому виду спорта получили люберецкие школьники. Уже сейчас здесь четыре раза в неделю занимаются учащиеся 59-й школы. Мы сели первый раз на байдарку. У меня ощущения такие, как будто я уже чемпионка. Ну, я сюда буду ходить всегда, пока я школу не закончила. Проект реализован благодаря подписанному год назад меморандуму о сотрудничестве между Люберецкой администрацией и Всероссийской Федерацией грибных видов спорта. Гребля, байдарки, каноэ – это самое то, что, наверное, не хватало у нас в Люберцах. Надеюсь, что молодые ребята, которые сегодня начинают только заниматься этим видом спорта, в перспективе это будут чемпионы и России, Европы и мира и Олимпийских игр. Для тренировок школьников созданы все необходимые условия. Тренировочная база общей протяженностью 200 метров, современный плавучий пирс, теплые раздевалки для спортсменов, помещение для хранения лодок. По замыслу организаторов, в перспективе возможность заниматься греблей появится и у более взрослых спортсменов. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok